Музыка 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 Так, Юрина Александровна Музыка Знаете что, я сейчас увидел Эту самую Венгерку Там еще напомните и там еще, может, венгерки остались, хочу угостить, настоящие. А это у меня какая-то одичавшая венгерка оказалась. Привил все как положено, но плоды меньше 20-ти раза своих собратьев. Так бывает. Но мы здесь из-за яблонь. Давайте смотреть. Вот здесь у меня растут по порядку. Вот это яблоко, да, оно висело. Я все думаю, забор рядом. А мне надо это самое, фильмы снимать. А вас ждал, ждал, ждал. Здрасте, дождался. Вот она последняя. Угадайте, что это такое. Аппорт, наверное, у Матинских. Аппорт, правильно. Так. Но в этом году жигулевские все мелкие. Давайте его посмотрим. Вы возьмите аппорт в руку, а я жигулевскую возьму в руку. Вот. Это размер средний. Значит, я не соревнуюсь с чернобаем. Я вас привезу к нему. У него самое крупное, раза в полтора больше. Так. Вот жигулевская тоже, самое крупное, два раза больше этого. Вот. Сейчас мы его разглядим. Вот. Они уже сейчас очень вкусные. Уже сейчас. Пробуйте, у меня их много. Да, нет. Я же запасся уже. Хочется. Грушевая послевка. А я хотел, я на том участке вам показал же этот голден-то железовый, да? Вот. На дереве. А этот упал. Это, конечно, картину портит. Ну, ничего, пойдемте дальше. Вот. Здесь тоже у меня есть голдена. Вот это дерево, оно не стало расти. Я не знаю почему. Но плодоносит регулярно. Видите? Угу. А этот сорт-то какой? А этот тот же голден. Вон. Да. Смотрите. А в магазинах какие? Голден. Они все одинаковые, ровненькие. Так это, еще раз говорю, голден-делишес к нему отношение имеет. Другой. О, да. У него есть, значит, фирменное отличие какое. Они очень разлапистые. Видите? Деревья. Они как-то не вверх, а в стороны больше растут. Ладно. Чтобы эту тему закончить, хорошо, хоть там хоть что-то осталось. Вот. Идемте сюда. Значит так. Там уже пусто. Пусто. Так. Жигулевские уже. Пусто. Ага. Пипины. Так. Вон. Просьба поднять. Вон то. Вон оно. Потому что я уже туда не полезу. Вот так. На дереве уже нет фактически. Так. Вот он самый есть. Вот этот вот, он наиболее крупный. Потому что, смотрите, вот эти даже мельче. Кстати, уже зимнее яблоко, да, считается, что не то, что не съедобно. То есть ему еще лежать надо бы. Оно лежит до следующего урожая, вы поверите. Не до весны. Не до весны. Шафранный? Да. У меня два таких. Пойдемте со вторым познакомлю. Кстати, еще одна игрушка упала. Да. И на дерево еще. То есть, по-моему, она сейчас только упала, потому что ее не было. Прямо на глазах. А так бывает. Посмотришь на дерево, падает. Вот. Вот это северный сенар. Вот он, видите. А он не самый крупный. Вот они. И это год, ну, не самый хороший, так скажем. Так. Он тоже лежит до следующего урожая. Вот это главное качество. Но вот этот вот, в одно время считали, что это лучший сорт мичурина. Кипин шафранный. Почему? Из зимних, чисто зимних сортов дубовых. Ну, как бы дубовых, твердых. У него наиболее количество сахара. Он даже, он считался лучшей переработкой. Вот так кинем куда-нибудь. Ну, положим так. А, и что интересно, да? Пипин все-таки упал, вот там осталась парочка. А эта еще ни одна не упала. Вот эти. Ну, пойдемте. Но это не их год. Сегодня в этот год неправильно. О! Жигулевская. А, смотрите, как ровно упали. В рядочек. Вот. И совсем измельчали. Стыдно показывать. И я вам еще хотел показать. Дерево такое же, как там. Смотрите внимательно. Фотографируйте. Вот. Это снова баргузин. Красота. Вот это здорово здесь сфотографировать. Вот он, баргузин, еще один. То есть, это колонновидная яблоня. Смотрим. Никто ее не формировал. Он еще под крышей яблочко, я вижу. Вот самое. О, никто его не формировал. Вот такое оно и есть. Кто видели, какое разлапистое? А теперь, это же технология, это же учеба, уважаемая практикантка. В чем разница между тем и этим? Сорт одинаковый, подвод одинаковый. Вот. Чтобы сэкономить время, отвечаю сам. Она растет в полутени и тянется вверх. То. На солнышке. Недостаток света. Вон какой штамп света. И, наконец, сразу снова. Ему сколько лет? Этому. Этому? Четыре. Четвертый. Я могу на год ошибиться, но, скорее всего, нет. И еще раз, друзья мои. Вот это вы должны четко знать. Что штамп не предназначен для полуношения. Сама идея полуношения на штампе, не на боковую фетку, а на штампе. Она порочна, она ошибочна, и она смертельно опасна для кошельков. Беленый саженцев. Знаете, когда появилась идея выращивать коловидку, началось с объявлением с яблами. Они наиболее, их легче найти коловидную форму, легче найти близкое междоузлие, да. Вот. И в результате появилась мода. Вот, казалось бы, все. Еще одна фотография, я смотрел, как, вижу фотографию. Красивый, глянцевый журнал. На переднем фоне метровая яблоня, все в плодах. Явно там их около ведра. А что интересно, за этим фоне тоже яблоньки. Ну, на одной, я же... Вот передний план все видят. А на заднем плане на одном три штуки, на другом одна, на третьем восемь. А сфотографировали то самое. И кто-то решил, что мы берем в междурядях метр, вот, в ряду 40 сантиметров, всадим, ну, то есть, как помидоры, умножаем это дерево, которое на фотографии, на гектар. На количество растений на гектар. Да, сумасшедшую цифру. И вся страна завалена. Прошло 85-88 год. 30 лет. Все, ждем. А так как никто не останавливается, то есть, те же глянцевые журналы, те же самые фотографии, которым 30 лет, так, и в результате гибель для кошельков продолжается. Они худеют, взамен ничего нет. Я не хвастаюсь. Вот здесь я собрал не больше пяти штук. Вон висит шестое, там, может, седьмое, восьмое, девятое, десятое. Это все. И так будет каждый год. После моих сорокорадочных зим. Зато все-таки оно компактное. А что толку? Десять штук я насчитал с него. С того получило штук 25. Но оно на солнце. А на этом штук 10. А рекорд у меня есть, это, пять ведер. Он действительно мировой. Но дело в том, что это дерево на следующий год у меня погибло. Я не могу его предъявить. У меня, да, телевидение снимало. Это все честно. Но это результаты от нуля до вот этих пяти ведер. А середка, это даже не два, не три ведра. Середка, это три-пять яблок. Два-три года. А потом это. Или прекратить эту дурацкую, эту самую пропаганду, отрезать боковые ветки. Пусть растет карликом, как то дерево. То мне еще даст, то себя оправдает. Она мне за все годы несколько ведер все-таки даст. Ну все, выговорился. Тему с яблонями заканчиваем. Еще есть несколько интересных тем.